Как отмечают приставы, кировчане гасят долги из-за боязни потерять право управления автомобилем из-за возможного запрета на выезд за границу или страха тюрьмы. Мы спросили подписчиков группы Девятка ТВ ВКонтакте, как еще можно воздействовать на злостных неплательщиков алиментов. Подавляющее большинство респондентов 40% ответили «никак, пусть сами разбираются». 37% за то, чтобы ограничивать должников в крупных покупках. 15% говорят о запрете дальних поездок. Что еще предлагают кировчане, узнаем из рубрики «Мобильный опрос». Ловить, наверное. И как по кредитам арестовывают, за счетами не дают выезжать никуда так же. Нужно просто разговаривать, диалог – это важно. Что нужно делать с алименщиками, которые вообще не платят деньги на содержание своих детей? Принудительным работам, я считаю, их нужно привлекать. А какого рода должны быть эти работы? По крайней мере, физически однозначно. А почему именно физически? То есть они больше денег заработают или просто в наказании? Нет, я считаю, что это не в наказание. По крайней мере, если они алименщики, то однозначно они на умственные какие-то высокооплачиваемые работы не способны. Просто работать заставлять, наверное. А вы как? Ну, я думаю, что нужно просто ужесточить меры, наверное, пресечения. Почаще давать им видеться со своими детьми, во-первых, потому что очень часто женщина не дает общаться со своим ребенком. А когда мужчина начинает с ним общаться, он начинает его любить, ему самостоятельно хочется помогать уже, делать добро для этого. Признать иноагентами и выслать за рубеж.